26 ноября 2010 года пропала Яра Гамберазио, девочка 13 лет. Ее тело было найдено спустя три месяца на соседнем пустыре. Так началось одно из самых запутанных расследований в истории Италии, которое продлилось четыре года. Но эта трагедия не привлекла бы такого внимания, если бы не одно обстоятельство. Чтобы найти убийцу, следователям пришлось восстановить генеалогическое древо одной семьи до 1716 года и уже из глубин Средневековья выйти на человека, который умер, но у которого оказался внебрачный сын. Более того, генетические исследования нашли еще с десяток скелетов в шкафах местных жителей католиков, которые ранее гордились своим благочестивым образом жизни. Но обо всем по порядку. Яра Гамберазио должна была уйти ненадолго. В 17.15 она отправилась в спортивный зал, который находился неподалеку от ее дома. Девочку ждала небольшая репетиция перед воскресным выступлением по художественной гимнастике. Когда Яра не вернулась домой к 7 часам, родители забили тревогу. В 19.11 взволнованная мать девочки позвонила дочери на мобильный, но звонок был сразу перенаправлен на голосовую почту. Спустя 20 минут отец вызвал полицию. Родители соединились с прокуратурой регионального центра Бергамо. В это время на работе находилась 45-летняя Летиция Руджерри, следователь, которая заработала свои погоны и репутацию в борьбе с сицилийской мафией. Она знала, как действовать, и в считанные минуты направила полицейских и карабинеров в Брембаты-Десопро. Полиция установила, что в 18.44 Яра отправила СМС-сообщение своей подруге, в котором они договорились встретиться в воскресенье утром. Здание спортивного комплекса имело множество входов и выходов, с беговыми дорожками, бассейном и различными площадками и сооружениями внутри. Несколько человек заявили, что видели двоих мужчин, болтавших, предположительно, с Ярой, около красного автомобиля. Руджерри вызвала кинологов со служебными собаками. Однако ищейки вместо ожидаемого маршрута к дому Яры пошли по запаху в совершенно противоположную сторону, к небольшой деревне Мопелло. Когда команда отследила последнее местоположение телефона девочки, обнаружилось, что сигнал пропал в этом селении в 18.49 того же дня. Все указывало на то, что семья девочки не имеет отношения к ее исчезновению. Однако следователи решили потянуть за ниточку с этого конца. Ведь не секрет, что иногда к пропаже детей имеют отношения их родители, конфликтующие между собой. За два дня Летиция, Руджерри и ее подчиненные допросили каждого члена семейства Гамберазио и окончательно убедились, что родители Яры, известные и уважаемые люди в своем городе, здесь ни при чем. Отец девочки Фульвио был архитектором. Его жена Маура работала учителем в соседнем городке. Брак казался крепким, пара воспитывала четверых детей. У Яры были старшая сестра и два младших братика. Отчаянно желая узнать о судьбе пропавшей дочери, семья Гамберазио поделилась ее фотографиями с прессой. Распространив различные снимки с девочкой, родители ожидали получить полезную информацию. Но тщетно. Параллельно Руджери организовала прослушку сотен телефонов, чтобы отследить всех владельцев мобильных телефонов. Их оказалось около 15 тысяч, которые проезжали через Мапелло в день исчезновения Яры. Так в деле появился первый подозреваемый. Сыщики выяснили, что один из телефонов принадлежал марокканцу Мухаммеду Фикери. В одном из телефонных разговоров в конце ноября были зафиксированы слова Фикери. «Прости меня, Господь, я ее не убивал». Мухаммед работал на стройке в Мапелло в тот же период времени, когда пропала Яра. На момент, когда следователи собрали всю эту информацию воедино, марокканец уже уплыл на корабле в Танжер. 4 декабря итальянские спецслужбы перехватили судно и арестовали Фикери. Полиция обыскала его фургон и нашла в нем матрас с пятнами крови. Но подозреваемого быстро оправдали. Перевод фразы оказался неточным, а кровь не имела отношения к расследованию. Тело девочки было найдено лишь спустя 3 месяца, в феврале 2011 года. Его случайно обнаружил житель соседнего городка Чинола Дизола, расположенного всего в 10 километрах от Брембата Дисопра. Тело уже порядком разложилось, но Яру опознали по одежде и принадлежащему ей айпаду. Вскрытие показало, что девочке было нанесено несколько повреждений острым предметом. Несмотря на то, что ее бюстгальтер был расстегнут, она не была изнасилована. Эксперты пришли к выводу, что после нанесения травм злоумышленник просто выбросил тело Яры, после чего она скончалась от переохлаждения и полученных повреждений. В легких девочке были найдены следы и звездки, а на ее одежде обнаружили частицы джутовой веревки. Все это натолкнуло полицейских на мысль, что человек, который имел отношение к исчезновению смерти Яры, был как-то связан со строительным бизнесом. Еще одна важная улика – следы мужской ДНК, найденные на нижнем белье девочки. Руджери и ее команда назвали предполагаемого убийцу «неизвестный номер один». Полиция приступила к следующему этапу расследования. В этот раз у всех, кто, согласно данным мобильных операторов, перемещался из Брембата Дисопра в Чинола Дизола, брали образцы ДНК. Расследование получалось небыстрым и очень дорогим. Процедура анализа генетических образцов была недешевой и долгой. Кроме этого, было предположено обратить внимание на посетителей расположенного неподалеку ночного клуба «Плывун». Руджери знала, что убийцы нередко прячут тела своих жертв в хорошо знакомых им местах. Это значит, что тот, кто избавился от тела девочки, мог быть местным жителем или частным посетителем. Эта стратегия оказалась успешной. Образец ДНК Демиану Гуэринори, одного из завсегдатаев «Плывуна», оказался очень похожим на образец ДНК «Неизвестного номер один». Однако все указывало на то, что Гуэринори является близким родственником того, кто убил Яру. Полиция принялась изучать семью Гуэринори. Почти сразу обнаружился тот факт, что за несколько лет до случившегося мать Дамиана Аврора Занни в течение 10 лет помогала по хозяйству семейству Гамберазио. Дважды в неделю она приходила к ним в дом, отлично знала Яру и всех остальных членов семьи. У нее сохранились прекрасные отношения с семьей Гамберазио, хотя она уже и не работала в их доме. Роджерри и ее команда не сводили глаз с Занни, постоянно допрашивали женщину и ее сына. Но безрезультатно. Вся связь оказалась лишь безумным совпадением. Впрочем, больше никаких зацепок не было, и все обнаружившееся оказалось просто чередой странных совпадений. Спустя год после убийства девочки у полиции все еще не было ни одного подозреваемого. К тому моменту эксперты изучили тысячи образцов ДНК, были потрачены огромные средства, но ничего дельного выяснить так и не удалось. Роджерри и ее команду жестко критиковали за то, что она отпустила марокканского рабочего. Многие посчитали это решение ошибкой. За критикой в адрес следователя скрывался в том числе и сексизм. «Каковы шансы, что эта женщина сможет распутать такое сложное дело?» задавались вопросом обыватели. И сами же отвечали на него. Ни единого шанса. Но они плохо знали Летицию. На первый взгляд, в ней не было ничего особенного. Мать-одиночка с пятью сережками в левом ухе играет на гитаре, ездит на старом скутере. И только коллеги-следователи понимали, что Летиции, закаленной в борьбе с мафией, вполне по плечу раскрыть это запутанное преступление. Роджерри решила сконцентрироваться над единственной существенной зацепкой в этом деле – ДНК Гуэриони. Ее команда потратила месяцы, чтобы восстановить генеалогическое древо их семьи, отслеживая всех родственников вплоть до 1716 года. Анализ собранной информации привел Роджерри еще в одну итальянскую деревню – Горно. В ней проживало всего 1600 человек, и все местные жители были так или иначе знакомы друг с другом. Многие семьи жили в деревне в течение многих лет, а одно поколение сменяло другое. Именно такой была семья Гуэри Нори. Оказалось, что многие члены этого семейства проживали в Горно. В деревне был памятник двум братьям с такой фамилией. А на местном кладбище обнаружились могилы предков Дамиана. Эксперты выяснили, что у отца Дамиана Гуэри Нори было 11 братьев и сестер. Среди них был Джузеппе, который умер в 1999-м. По счастливой случайности им удалось найти фрагмент ДНК Джузеппе. На чердаке дома его вдовы нашлась пачка писем, а на одной из приклеенных марок осталась слюна мужчины. Результат выделенный ДНК удивил всех. Получалось, что Джузеппе был отцом неизвестного номер один. Джузеппе работал водителем автобуса, а в свободное время развлекал окружающих игрой на аккордеоне. Джузеппе был женат. У него было трое детей, дочь и двое сыновей. ДНК сыновей не совпадало с ДНК предполагаемого преступника, а детей ни у одного из них не было. Единственное возможное объяснение этого факта – у Джузеппе был внебрачный сын, о котором семейству Гойри Нори ничего не было известно. Перед следствием встала следующая задача. Теперь им нужно было найти женщину, которая около 30-40 лет назад вступала в связь с Джузеппе, после чего родила сына, который вырос и стал убийцей Яры. Впрочем, полиция предполагала, что эта женщина, как и сам Джузеппе, уже умерла. Полиция начала беседовать с жителями близлежащих деревень, которые, впрочем, не слишком охотно шли на контакт. Кроме того, им было необходимо брать образцы ДНК у пожилых женщин, что также не способствовало успеху расследования. Тем не менее, им удалось выяснить, что каждый год в мае Джузеппе Гуари Нори отправлялся в двухнедельный отпуск без супруги. Его он проводил в Милане, посещая спа-комплекс Ива-спа. Следователи начали проверять все отчетные бумаги в поисках женщин, которые останавливались в этом санатории в это же время. Протестировали всех падших женщин, матерей-одиночек, но результаты ничего не принесли. Наконец, Руджери осознала, что женщина, которую они ищут, состояла в браке, так как вплоть до начала 1970-х годов разводы были запрещены законом, и многие супружеские пары оставались вместе, несмотря на измены. Помимо того, полиция добилась эксгумации тела самого Джузеппе, что позволило им провести более тщательный анализ ДНК и сравнить ее с ДНК неизвестного номер один. Это было необходимо из-за того, что ДНК, найденная до поверхности марки, плохо сохранилось, а потому требовались дополнительные генетические образцы. Все это еще раз подтвердило то, что Джузеппе был отцом убийцы. Пока расследование продолжалось, в 2013 году людям, живущим в Горно, стало известно, почему разыскивают именно женщину. Это вызвало целую волну сплетен и слухов, взволновавших деревню. Всем хотелось знать, кто является чьим ребенком. Давно забытые измены и подозрения всплыли вновь. В редакцию местной газеты нахлынул поток анонимных писем с различными обвинениями, грязными историями, раскрывающими тайны семей, в которых оказывалось все больше рогоносцев. Журналистам удалось узнать о пяти внебрачных детях местных жителей, которые всегда гордились тем, что они являются благочестивыми католиками. Недостающий кусок пазла полиция нашла в июне 2014 года. Выяснилось, что в 70-х годах Джузеппе развозил группы молодых женщин на работу на текстильные фабрики. Так он познакомился с девушкой по имени Эстер Арзуфи, которая была замужем за мужчиной по имени Джованни Базетти. Но это не помешало ей забеременеть от Джузеппе. Выяснилось, что ДНК Эстер Арзуфи уже изучалась командой экспертов в 2012 году. Оказалось, что тогда произошла ошибка. Ее ДНК почему-то сравнили с ДНК Яры, а не с ДНК неизвестного номер один. Результат же произведенного в 2014 году исследования показал, что она действительно была матерью человека, убившего девочку. Осенью 1970 года Эстер, которая продолжала состоять в связи с Джузеппе, родила двойню – мальчика и девочку. Мальчика звали Массимо Базетти. Он вырос, женился и стал отцом троих детей. Базетти работал плотником, а жил в городке Мапелло. В том самом, где 26 ноября 2010 года в последний раз был зарегистрирован сигнал телефона убитой Яры. Руджерри отреагировал молниеносно. 15 июня 2014 года она заблокировала дорогу. Патрульные полицейские проверяли водителей на алкогольное опьянение. Так у Базетти взяли образец ДНК. В эту же ночь был проведен анализ, который показал полное совпадение. 16 июня 2014 года Массимо был арестован. Он отрицал свою причастность к исчезновению и убийству девочки. Говорил, что не понимает, как следы его ДНК оказались на ее одежде. Однако на причастность Базетти к преступлению указывало и множество косвенных улик. Мужчину часто видели рядом с домом Яры. Он парковал свою автомобиль у спортивного комплекса, где тренировалась девочка. Часто посещал пиццерию и солярий на улице, где жила жертва. На его компьютере были найдены поисковые запросы, указывающие на его увлечение половозрелыми юными девочками. 16 июня Базетти арестовали и выдвинули ему обвинение в убийстве Яры Гамберазио. Расследование убийства Яры стало не только одним из самых обсуждаемых в стране, но и, возможно, самым дорогим. По примерным подсчетам, оно обошлось налогоплательщикам 8 миллионов евро, потраченных на расшифровку десятков тысяч образцов ДНК, опрос подозреваемых и свидетелей, и многое другое. Подобного расследования не проводилось ни до, ни после, не только в Италии, но и во всем мире. Адвокаты Базетти пытались оспаривать результаты экспертиз, настаивая на том, что они только доказывают присутствие на месте преступления, а не его совершение. Тем временем, трем семьям пришлось столкнуться с побочными и шокирующими результатами расследования. Вдова Гойрионни на закате своих дней была вынуждена узнать о неверности мужа и существовании внебрачных детей. У Джованни Базетти диагностировали последнюю стадию рака, в момент, когда он обнаружил, что все три ребенка не его, а он является самым известным в стране рогоносцем. Брак обвиняемого Массимо Базетти тоже дал трещину. Адвокаты пытались построить линию защиты, опираясь на то, что Базетти – прилежный семьянин, но двое мужчин добровольно заявили, что вступали в сексуальную связь с его женой. Отвращение среди местных жителей к семейству Базетти так возросло, что сестру Массимо дважды избили. Ее мать Эстер Арзуфи по-прежнему отрицает обвинение в измене своему мужу. Массимо Базетти предъявили обвинение в убийстве Яра Гамберазио, а в июле 2016 года приговорили к пожизненному заключению. К этому приговору у многих есть претензии, в частности из-за того, что полиции так и не удалось установить мотив, побудившего мужчину похитить и убить Яру. Похороны Яры состоялись жарким майским утром. Люди аплодировали белому гробу, покрытому букетом белых цветов, пока катафалк медленно ехал к спортивному комплексу. Церемониальная процессия проходила в спортивном зале, где Яра проводила так много времени и где ее в последний раз видели живой. Снаружи люди наблюдали за происходящим на большом экране. Президент страны выразил свои соболезнования семье убитой. Семья Гамберазио по-прежнему не дает интервью. Недавно в честь Яры была названа премия по гимнастике, но мать Яры с трудом улыбнулась на публику и не сделала никаких комментариев. Девочку похоронили между могилой ее дедушки и бабушки. На кладбище через дорогу от спортивного зала. На надгробии нет даты смерти. Вокруг могилы разложены памятные вещи, оставленные друзьями убитой. Мягкие игрушки, ангелочки, браслеты. По вечерам можно увидеть отца девочки, смотрящего на захоронение своих родителей. Играет музыка, ангелочки, браслеты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok